Всем привет, ребят! С вами снова я, Марина Морлок. В общем, хотела я... Что хотела? Провести мукбэнк. У меня такая пища. Хотела, могла бы я вам много рассказать, ещё и показать про Вову, но мне сегодня написала его мама в Телеграм и сказала, что хватит, раз вы расстались по обоюдному согласию, хватит честное имя Вовы трепать в прессе. В жёлтой прессе, ну, в жёлтой прессе не заговариваюсь, на своём канале. Вот, и я думаю, действительно, мне уже пишут, сколько можно говорить об одном и том же, но я об этом говорю. Почему? Потому что сейчас как-то у меня нет таких прям близких подруг, с которыми можно было бы, которым можно было бы пожаловаться и перетереть свои страдания всякие. И тем более сейчас уже такое время, когда уже не принято грузить своими всякими треволнениями и страданиями близких подруг. Сейчас этим можно грузить Ютуб, тем более там все смотрят сейчас, кто о чём говорит. Вот. Я в таком вот виде, с прической, ну, опять, как обычная у меня прическа. Вот. Я собираюсь есть, потому что сегодня у меня даже какой-то прорыв. Я себе пожарила капусту и купила нарезку в КБшке. В КБшке я купила нарезку дымов, сырокопчёное, что-то там, типа говядины. Прикольная, но она нарезана просто до такого состояния, что, блин, через неё я вас вижу реально. Через кусок нарезки. То есть просто до прозрачности. Капусту я тушила и, надеюсь, протушила. Ну, в том плане, что она не протухла, а тушилась. Ещё в КБшке я купила такое вино. Вот. Я сначала думала, что у него будет пробка, прикольно, легко открываться без штопора, но, блин, его фиг откроешь. То есть это антиалкогольное вино, которое очень сложно открыть. Сейчас я поставлю камеру поудобнее и буду кушать. Мубэнг, если кто не знает, это трансляция приёма пищи. А у меня ещё и приёма алкоголя. Вот. Сейчас это не монетизируется. Но вы, наверное... Я, просто честно сказать, даже уже и не знаю, что ещё для вас снять, дорогие мои подписчики. Меня просили показать лампу. Но я, наверное, в следующей теме будет показ лампы. Я купила себе лампу для создания ногтей, но как бы что-то у меня не зашла эта тема. Ну, короче, я покажу в следующем видосе лаки и ногти лаки-шелаки. Лаки-шелаки-шелаки. Покажу я вам в следующем видео. У меня что-то очень отстойный штатив. На самом деле, работа блогера, если кто профессиональный блогер, это не так просто. Вот это и штатив нужен. Нормальное освещение, потому что... Я смотрю, что я снимаю. Я понимаю, что я херню снимаю. Чтобы снимать нормальные блоги... Блин, вкусная штука. Чтобы снимать нормальные блоги, нужно нормальную камеру, всё-таки... Нормальный штатив. Вкусная штука, но очень солёная. То есть, если что-то будете, наверное, хорошо к картошке, к чему-то такому, не солите. То есть, уже вот эта вот хрень, это нарезка от дыма из кбшки. Ну, из красного белого. У нас сама-то всё очень солёная. Так вот, хотела я мясо пожарить, а потом думаю, да ну нафиг. Если всё равно, как бы я это... Не люблю я готовить. Не люблю я готовить. Мне нужен, как одна девушка писала на сцене, нужен мальчик-волонтёр. Ну, мальчик, парень-волонтёр, мужчина симпатичный, желательно молодой, чтобы он приходил, готовил, убирался за интим. Как вам такая вариация? А чё, я смотрю там это... Опять, блин, про того, про кого нельзя говорить. В общем, Вовин кумир, ну... Вернее, не кумир, гений 1С Фиксин. Это как раз, где Волос в чате, в этом чате Фиксиновском Вова испарился. Со своими приключениями. Я много могла бы ещё вам рассказать про Вову и даже показать. Ну, у меня видео есть. Ну, я не буду этого делать, так как я сказала, что я не буду этого делать. Ну, вот, и я не буду трепать имя Вова Честная на YouTube. Потребим честное имя Фиксина. Ну, в общем, Вова хорошо себя проявил на антификсин-чате. Вообще, этот чат не отличается дружелюбием вообще никак, поэтому, честно сказать, долгое нахождение в этом чате опасно для психики. Так о чём бишь я? Причём я про Фиксина? А, Фиксин – это такой, знаете, пикапер из нулевых годов, который там издал прекрасную книгу, которая называлась «Сто кисок Фиксина». И вёл ещё в ЖЖ, свой ЖЖ-журнал, где он описывал завалы. То есть, завалы – это значит, если он соблазнил какую-то женщину, и она дала доступ к комиссарскому телу, то есть, позволила Фиксину с ней совокупиться в половом плане. У Фиксина это называлось «Завалы». И он вёл целый журнал, где он описывал эти свои завалы. И ещё выставлял фотографии заваленных женщин. Это было отвратительно, просто омерзительно. Фотографии у нас, ну, короче, обработанные в фотошопе, так криво выставлял, чтобы этих прекрасных кисок Фиксина, видимо, невозможно было опознать в реальной жизни. Ну, где-то он даже голые фотографии женщин выставлял, но... Я это читала, и это было омерзительно. Во-первых, он омерзительный очень у него слог, он отвратительно описывал половые процессы с подробностями, которые хотелось бы не знать. А ещё, к тому же, в довершении всего, Фиксин, он себя позиционирует как гений 1С, но это очень странный дядька. В общем, он ещё и снимал порно со своим участием. И я, чё сказать, я это посмотрела, но это триллер. Это вот настоящий фильм ужасов «Чужой против хищника». Вообще непрофессиональное порно выглядит пугающе. Честно скажу. Выглядит скорее пугающе, чем возбуждающе. Но порно с фиксином оно выглядело особенно пугающе. Просто как... По-моему, был такой фильм ужасов, оно назывался. Там, где во льдах какой-то страшный инопланетянин принимал различные страшные формы. Я смотрела это в юности, то есть я очень боялась. Потом со светом спала после этого фильма. Ну, в общем, у фиксина получилось повторить этот шедевр. Даже то, что он снял, это производит впечатление устрашающе гнетущее. Значит, о чем бишь я? А, в общем, про фиксина. Я что-то подсела на этого фиксина, у меня Вовка подстадила. А Вовка любил травить этого фиксина. Ну, потому что это как бы его конкурент по 1С, насколько я понимаю. Плюс там еще какие-то личные, наверное, счеты. И, в общем, тоже Вовка постоянно торчал в этом антификсин-чате, еще и на странице. Так вот, в общем, этот фиксин у себя размещал. Кроме, он целую книгу написал с той кисок фиксина, где он отвратительным языком, с намерзительными подробностями описывает свои половые похождения. И это звучит особо цинично и мерзко, потому что фиксин вообще-то женат. Женщинам, которых он соблазнял, он, видимо, нещадно врал, что-то там такое обещал, раз они соглашались на половую книгу. Фиксин, сразу хочу сказать, он не отличается, мягко сказано, красотой и обаянием. Если Вовка обаятельный, такой, у него язык хорошо подвешен, то фиксин как бы что-то как-то не особо обаятельный, скорее всего. Он более, скорее, отталкивающий выглядит. И женщин, он, естественно, соблазнял таких, ну, женщин трудной судьбы, либо женщин, которые оказались в сложной жизненной ситуации, то есть, ну, приезжие или какие-то, ну, короче, женщины, у которых какие-то были проблемы, они, видимо, соглашались на половые отношения с фиксином, думая, что вот они нашли нормального мужчину для отношений. А он вот эти все свои половые похождения потом подробно описывал в своем живом журнале, да, по-моему, живом это, живой журнал штабов, вот. И еще и к тому же книгу написал целую. Ну, также у Фиксина есть телеграм-канал, где он постит постоянно свои фотографии, но сейчас он постарел, и завалы закончились. И вообще, у Фиксина можно описать песней... Помню, такая была группа «Аквариум» Борис Гребенщиков, и у него была такая песня «Старик Козлодоев», по-моему, и «Козлодоев», «Козлодоев», «Всползает по крыше Старик Козлодоев». Вот это про Фиксина прям, точно. Ну, что-то... Он что-то... Старик Козлодоев что-то стал стар, мокрые его брюки, он стар, он желает в сортир, а хотел он залезть в какой-нибудь бабе в постель. Ну, вот это... Точно про Фиксина, которого в чате называют дед. Ну, вот. Что я хотела сказать? У меня что-то стало всё забывать. Наверное, это из-за алкоголизма. Либо из-за еды. Одно из двух. Или пост-кори. Про Фиксина, Про Фиксина. И вот он размещал свои похождения, а также он чудесно на своей странице разместил рубрику такую... Он вот на своей странице это написал прямо в журнале. «Секс в обмен на...» И дальше он перечислял список... Фиксин, гений 1С, который... Не знаю, насколько он гений. Вот, короче. Фиксин на своём журнале разместил список «Секс в обмен на...» И список того, что он может предложить женщине за секс. В числе прочего было обучение, собственно, программирование на 1С. Типа час обучения за один половой акт. То есть вот такие были у Фиксина какие-то фантазии, позывы, порывы. В общем, хотел он стать, наверное, Казановой, но стал он посмешищем для интернета. Но я так думаю, что в связи с тем, что я разочаровалась у любви, мне пора свою рубрику открывать. «Секс в обмен на помощь по дому». Не, ну правда, я женщина работающая на заводе. Работаю третий год. Вот, у нас реально на заводе прям люди очень, ну, тяжело работают. У нас фрезеровщик умер от сердечного приступа перед Новым годом. Ну, слава богу, не на заводе, а дома. Ну, то есть работают прям, все силы напрягают. Вот, и я не могу быть одновременно и хорошим работником, и хорошей хозяйкой, хозяюшкой такой, домашней. И хорошей девушкой, и хорошей любовницей. Я не могу быть одновременно. И внешность у меня не гламурная. Вот, поэтому я понимаю, что в серьезных отношениях я ничего мужчине не могу предложить. Я прихожу поздно вечером, уставшая, быстро ем, быстро мою, сложусь спать, даже ноги не брею. Утром быстро встаю, быстро ем, быстро собираюсь и еду долго на работу. А потом долго иду, по снегу, по льду. У меня там от станции нужно пройти три остановки пешком или проехать. В общем, я устаю безмерно. Вот, и Вова сильно мне помогал по хозяйству, пока жил со мной. Он готовил завтрак, обед, ужин, с собой собирал еду. В общем, я вам это рассказываю. Не говорите про Ову. Ладно, плохого давайте не будем. Все равно, пока все не выйдет из сердца, я буду в это время про Ову говорить. Я уже ничего плохого не говорю. Так вот, о чем бишь я? В общем, мне нужен новый волонтер. Я не знаю, когда я буду справляться. Ладно, выходные у меня есть время, я могу себе пожарить капусточку. А вечером я прихожу настолько уставшая, у меня еще электрическая плита, которая сто лет разогревается, потом у нас сто лет охлаждается, что я даже ничего себе толком, а мне надо помыться. Вещи, у меня еще маленькая машинка, вещи закинуть, постирать. У меня и не так уж и много вещей лично. Вот, что у меня совершенно сил нет на уборку и готовку. В общем, мне нужен мальчик-володёй, кто будет мне готовить еду и прибираться. Потому что, ну смотрите, так как я работаю, я не бесплатно же работаю, мне и зарплату платят. То есть я сама себе могу купить цветы, если они мне будут нужны. А я сама могу заплатить за свой кофе, то есть там купить себе кофе с пироженкой, без проблем вообще. Вот, ну, то есть мне не нужны такого рода ухаживания. Мне это, конечно, это приятно. И кофе, и пироженки, и цветы. Но у меня даже часто времени нет. Я была в Редкино, меня мужчина там пригласил в театр. В Редкино есть... А, не театр, там ДК «Химика», там какие-то спектакли происходят. Он мне говорит, хотите, вот тут вот будут рождественские спектакли, давайте сходим. А я говорю, а я не могу, я хочу, но мне надо обратно ехать, мне надо кошку кормить, мне нужно там уже готовиться, мне вот там на работу уже выходить. И у меня даже бывает так, что нет времени, чтобы куда-то там ходить в кино и на спектакли, и в театры. А так как, я говорю, уже в близких отношениях, в сожительстве и в браке, тем более, я уже давно разочаровалась. Вот, мне нужен такой вот волонтёр, кто будет за мной ухаживать за интим. Ну, как за мной там? Готовить, кушать, прибираться. Интересно, это реально? А чё, фиксирую, я чё, хуже фиксирую? Правда, я же лучше фиксирую. Ай, я же лучше собаки, как Карлоса. Фиксирую себе выкладывает там вот эти вот предложения. Значит, он за обучение 1С готов предложить интим. Там, типа, короче, за интим он готов чё-то обучить 1С. Потом ещё чё-то он там готов предложить. Я не знаю, чё там, не знаю. Бутылку водки, две риски или там как-то что-то ещё. Но кроме себя самого он ещё, короче, чё-то там готов был предложить. Так вот, мне нужен мужчина молодой, не пожилой. Ну, если он в хорошей форме, то он может быть и ровесник. Даже постарше. Который будет приходить, убираться, готовить. Извините, мы уходим. Интересно, такое возможно вообще? Или опять придётся замки менять? А если, в принципе... Либо... Ну, это нельзя говорить такую вещь. Это нельзя говорить. Сейчас за это штраф. Я сразу хочу сказать. Это шутка. Это несерьёзно. Это шутка. Это такая шутка в интернете. Работающей женщине нужна жена. Ну, это шутка. Это несерьёзно. Не принимайте близко к сердцу морлофаги. Ну, это... Каждой шутке есть доля шутки. Вот. У нас на работе все мужики женаты. Меня спрашивают. Ну, а как же вот у тебя же на работе? Там же... Я работаю в мужском коллективе. Там на заводе у вас там своё мужчина работает. Но они женаты все. Даже молодой печатник. Ему ещё нет 25 лет. Но всё равно он уже... Ну, он ещё официально не женат. Но он живёт с девушкой. То есть, есть некоторые совсем молодые парни, которые официально не в браке. Но у них есть как бы сожительницы. То есть, девушки, которые с ними проживают совместно. Потому что, я говорю, при работе на заводе силы уже на ведение быта, на готовку, на уборку уже не остаётся. Я говорю, я максимум это могу сделать в выходной. А наступит лето, мне ещё захочется и в Редкино съездить. Надо ещё и в Редкино съездить. Там тоже надо убраться. Там ещё и подъезды убираются, как и у Буженинова. То есть, там нету уборщиц подъездов. То есть, там моют сами жильцы. И каждый раз, когда я приезжаю в Редкино, всё время, я там стараюсь лестницу помыть, потому что я туда редко приезжаю, чтобы там, ну, не сказали, что вот там бросила, забила на всё. Бог. Я как бы тоже стараюсь участвовать. Потому что там сами жильцы моют лестницы, сажают хумбы. То есть, там сами же население, оно само и занимается благоустройством придомовых территорий и так далее. Такая вот тема. То есть, лето я ещё хочу проводить как-то, гулять побольше, спортом хотелось бы заняться. Естественно, мне все там писают про мою фигуру поличистую, широкую. Мне нужен волонтёр. Интересно, насколько это возможно вообще реально. Такие дела. Вот. Так что, ну, волонтёр где-то, опять же, рядом проживающий. Нараздо я говорю, я не готова к совместному проживанию. А просто к общению. Или волонтёрша. А что? Я могу, как фиксин, там, говорит, я могу обучить 1С, а я могу обучить CorelDRAW. Ну, только с вас программное обеспечение у меня не установлено. Хотя сейчас, по-моему, можно скачивать программное обеспечение. С фотошопом я не очень. Сейчас нейросети рисуют красивые картинки. Сейчас уже фотошоп знать не обязательно. Я только могу рассказать про тонкости у я в печати. А ещё про витражи. Про постерную резку. Про фрезеровку. Про фрезеровку я могу много рассказать. Такие дела. Вот такие вот дела. Так что, волонтёры, проживающие где-то в Зеленограде. Ну, чтобы тоже человеку... Когда я ознакомлюсь, короче, с мамой удалили мою анкету. Типа, что-то там не понравилось. Вот. И вообще мой номер в чёрный список добавили. Хотя, а чё такого-то? Ничего такого я и не делала. Вот. Ну, я пишу, что я хотела бы, вот, если с кем-то познакомиться, то из Зеленограда или из окрестностей. Желательно, где-нибудь недалеко от станции Крюкова. Ну, чтобы человеку тоже было... Потому что я сама не хочу. Я и так устаю на работе. Я не готова, там, в выходные свои. Или, там, после работы куда-то там ехать не по никуда. Даже в Голубое. Я не готова ехать. Ну, надо человек, который рядом живёт. Так что, если вы где-то рядом, то пишите. Пишите мне на почту. marina4611sobaka.yandex.ru Повторяю ещё раз. marina4611sobaka.yandex.ru Пишите на почту, присылайте фотографии. Нам буду рассматривать кандидатов. Или даже кандидатов. Но только единственное я хочу сказать. Мои же волонтёрышки. Я не готова платить. Я хоть и зарабатываю, но я готова платить только за себя. То есть платить я не готова. Мне нужен не меркантильный волонтёр. Или волонтёр. Сразу хочу сказать. Я работаю много, а зарплата у меня по московским меркам очень средняя. А жизнь в Зеленограде дорогая. Тем более, всякие ремонты меня вообще спустили. Мне весь финжир. И поэтому платить за волонтёрство. А также за любовь я не готова. Требуется все мужчины пишут практически в анкетах. Ищу не меркантильную. Девушка не должна быть меркантильной. Как один мужик написал, девушка не должна иметь никаких меркантильных интересов в мою сторону. Вот. В общем, потенциальный волонтёр не должен иметь никаких меркантильных интересов в мою сторону. Такие вот дела. Так что, кто заинтересовался, пишите. Я уже поняла, что для брака я непригодная женщина, потому что мужчины хотят получить в браке какую-то служанку, любовницу и маму в одном лице. И всё от одной женщины. Но при этом не меркантильной, то есть работающей. Даже, я думаю, женщины из богатых семей богатые, а они вообще проблем на месте тут не такие. вот такие вот дела. Я предпочитаю людей славянской внешности. Это личные вкусы такие. А сейчас я пойду мусор наносить. и умыгает. И вот надо прибраться, похавать, приготовить, мусор вынести, в магазин сходить. Потом ещё пару серий Игрок и Престолов, и глядишь, выходные прошли. Раньше постирать, помыться. А, ну я даже что-то ногти себе стала красить, а потом они у меня стали облезать. То есть, какой-то тоже не так просто. Всё это не так просто. Хотела я заняться ногтями, а это всё не так просто. Покажу вам чехол. Вот такой я чехол купила на Валбрис. Чехол клёвый. У него тут такая штука, чтобы можно было телефон держать. чтобы он не упал крепко в руках. Но с этим чехлом смартфон не ставится на штатив. Вот такие вот истории, ребята. Так, ну что я вам хочу сказать? Спасибо всем за слова поддержки. Кстати, про налоги. Вот кто меня спрашивал про налоги? Опять сейчас скажу про Вову. Вова мне помог летом. Он нашёл где-то на Яндекс. Услуги очень опытного бухгалтера. Описал ей ситуацию. Мне ещё даже сложно было высказать, что у меня произошло и как, почему я должна платить налоги, как можно это всё решить. То есть, он я с ней списался, отдал мне её номер, потом я с ней созвонилась. В общем, нашёл он бухгалтершу. Я с ней созвонилась, так как я сама декларацию правильно не могла заполнить. И это оказался реально бухгалтер по налогам, именно специализирующийся больше десяти лет опыт работы. И я просто этой женщине дала доступ в личный... А там в чём фишка, чтобы она правильно заполнила декларацию, и надо было давать доступ в личный кабинет налогоплательщика. А там вся информация. То есть, там всё и паспорт, и СНИЛС, и ННМ, вообще всё. Ну, это кабинет налогоплательщика и вся информация по недвижимости. Вот, я ей дала доступ в личный кабинет, а ещё электронная подпись в довесок. Она заполнила декларацию, отправила, и мне пришёл ответ из налоговой, что по там у меня ещё был не полностью получен налоговый вычет за квартиру Буженинова. Мне вернули этот налоговый вычет, который был получен не полностью, а так как у меня зарплата сейчас белая, полностью я в белую работаю, мне вернулся налоговый вычет в размере 80 тысяч рублей. Это был полностью полный остаток налогового вычета. И его я опустила на погашение налогов. Вернее, как, чтобы заплатить налоги, мне пришлось взять кредит в Сбербанке, оформить кредитную карту, с этой кредитной карты погасить налоговую задолженность, но на мне повис кредит. Ну да, почти что в 100 с лишним тысяч. Вот, я уже была в депрессии, потому что я не знала, как и чем это платить, вот, потому что, ну, там только 3 месяца беспроцентный период, а потом начинает, там даже не 3 месяца, 120 дней, по-моему, беспроцентный период, а потом начинаются пения. Вот, и я уже в стрессе была, что сейчас мне начнутся пения, но нет, мне вернулось вот эти 80 тысяч от, фактически, излишне уплаченного налога, грубо говоря, им я погасила кредит, вот, но там вообще общая сумма налога была почти 200 тысяч, вот, и кредит там у меня уже был приличный, и перед Новым годом мне дали 13-ю зарплату, так как работали мы действительно очень интенсивно в прошлом году, иногда мне приходится и задерживаться, особенно в пятницу у всех короткий день, а у меня получается длинный день, потому что производство работает и выходные дни, их надо загрузить с доказами, чтобы станки не стояли, но, в общем, вот эти вот все производственные дела, и работала я очень интенсивно, и не только я, вся компания работала крайне интенсивно, и, короче говоря, всем заплатили 13-ю зарплату, и этой 13-й зарплатой я погасила все налоги и вышла в Новый год без долгов, ребята, поздравьте меня, Фиксин может только об этом мечтать, потому что у него там огромное количество долгов, а мне удалось выйти без долгов в Новый год, вот, но и без долгов, но и без накоплений, ну вот, в дальнейшем я уже постараюсь жить скромнее, вот, поэтому ищу не меркантильного, такие вот дела, ребята, всех целую, обнимаю, всем счастливо, пока-пока, ну, или не меркантильную подругу, всем счастливо, пока, это не меркантильное, как. посмотрите, пока-пока, пока-пока, пока, пока-пока, пока-пока.